Всем привет! Сегодня я расскажу о трёх модах для игры Skater XL, которые мне очень понравились, которые я считаю самыми, наверное, полезными. Ну и ещё покатаюсь на новых картах, которые мне очень нравятся. Правда, на самом деле не такие уж они новые, просто здесь что-то добавили и сделали их под версию 1.0. Тот чувак теперь сидит. А это у нас, собственно, Лофт Парк знаменитый, который мы ещё увидим в ремейке Тони Хока, который скоро будет 4 сентября у нас. Пока можно... А-а-а! Трёх туда сделай! Сейчас, погоди. Так, обычно начинаешь рассказывать про дно, а тут у нас появляется что-то интересное, что хочется бы поделать и посмотреть, что к чему. И, кстати, здесь у нас тоже чувачок сидит. Забавно, что вот на пользовательских картах какие-то NPC присутствуют. И, в принципе, прикольно, на самом деле. Можно было бы нам таких добавить. Другой стороны, если они не ходят, а просто сидят, они могут трюки мешать делать, что не очень здорово. Какой-то такой даже забавный чёрт в очёчках. Итак, собственно, давайте к делу. Поговорим про клёвые моды. Первый самый, наверное, простой и не самый, может быть, для народа полезный. Кнопочка F9 открывает настройки. Это у нас настройки вибрации. Один вот из модов добавляет вибрацию в игру. Ссылки на моды я оставлю в описании. Здесь пару пунктов хорошо бы выключить, потому что изначально всё это дело у меня, соответственно, очень сильно вибрировало везде. Чуть ли как не до максимума по ощущениям. И, в общем-то, если просто при оле, при всём что угодно сильно вибрирует джойстик, это не очень здорово. Если вот заморочиться и правильно настроить, то будет классно. Сейчас давайте как раз я сигану, и при приземлении будет слышно вибрация. Во, наверное, её было слышно. Блин, обидно, что теперь после модов у меня всё время высовывается мышка на экран, это не очень здорово. Нет, в принципе, на самом деле уже при кикфлипе, когда приземляю, сейчас вот на микрофоне это сделаю, мне кажется, это, возможно, было очень дико слышно, но это показывает то, что вибрация в игре есть, и она настраивается для разных моментов, это очень прикольно. Я люблю, очень люблю вибрацию, и, в принципе, объясню почему. Потому что, когда ты привыкаешь, вот как на консоли играешь, там всегда практически вибрация есть, и если вдруг её выключить ради интереса, такое чувство, как вот у тебя герой становится каким-то бумажным, что ли, не иметь веса, никакой отдачи, ничего, и становится как-то скучно. И мне как-то вот это не очень нравится, я вот как-то люблю, когда вибрация есть в игре, но люблю, чтобы она была не такая вот, как здесь по умолчанию, когда ты что-либо не делаешь, и прям чувствуешь, как там моторчик в геймпаде крутится, а по-хорошему она должна быть такая вот не очень заметная, просто что есть какая-то отдача. Если ты её выключаешь, то сразу прям игра становится какая-то плоская, без каких-то ощущений, без чего-то подобного, ну не знаю, просто вот в хороших проектах, каких-то крутых, там вибрация прям здорово сделана, что прям, ну реально без неё уже становится неприкольно. Следующий мод понравится тем, кто хочет делать трюки реалистично. Вот сейчас мы сделали ноузграйнд и отпрыгнули, а теперь я включаю клавишу F7, и мы заходим в мод, который настраивает трюки. Кстати, здесь есть фишки забавные, то, что здесь есть возможность лейт флипы делать, потом прэшер флипы даже, грэбаха, боди флипы и ванфуты можно делать, и также в гриндах можно делать ванфуты. Просто там кнопочку нажмёшь и получится окей. Всякие такие фишки забавные, в общем, прикольно. Ну, главным образом, что здесь можно вот менять, соответственно, настроечки замечательные. Вот я то, что хардкором назвал, это то, что будет выглядеть более реалистично в итоге, чем обычные, но на самом деле грэнс не такая же, прям суперсильная, но всё равно. Так, пардон. Сейчас еду, сделаю тот же ноузграйнд. И видно, что сход такой был более резкий, и сразу вниз, а не как вот было до этого. И теперь уже так с грани не сходит жутким образом. Так, пардон, сейчас ещё раз делаю. Ну, как-то смотрится всё более убедительно и более реалистично. Там поменял немножко параметров. Оли стали более резкие, Ну, единственное, что, как бы возможность сделать высокие, я сохранил. Оли, ну, вот те, что низенькие, они такие более низенькие прям получаются в итоге. Так, а что я там говорил про катание с одной ногой? А, ну, вот просто я сделал на кнопочку, кнопочку нажал, у нас получились катания с одной ногой. Также можно грэбы с одной ногой поставить, но выглядит это будет как-то так, не очень, я знаю, на самом деле. Поэтому я уже не пользуюсь этими фишками. Ну, неприкольно смотреть все эти трюки. А этот Applewood Skate Park у меня, наверное, самый любимый, потому что это самая какая-то красивая карта из пользовательских. Мне кажется, обязательно надо в релизную версию добавить, чтобы на консоли у неё можно было поиграть, потому что она очень классная. Тут вот столько всего прикольно. Вот этот Skate Park неплохой. Вот эти вот граньки такие прям классные здесь есть. Тут есть вот как Hippie Spot с такими вот у нас цепями. Здесь какие-то жуткие перилы вниз, но они как-то не очень хорошо работают. Здесь это прям похоже на вот эти перилы в Голливуде, которые там в спот в реальности есть. И здесь даже карта такая. Что-то прям похоже очень на это место. И что ещё у нас есть? Давай сюда. Ещё здесь тоже вот. И грань на дабл сет получается. И рел здесь. И тут более короткие граньки. Вот здесь, где мы катались. И такая вот фигура есть. Значит, парк очень прикольный. А третий мод самый классный, ради чего всё затевалось. И он недавно появился. Как раз в Дискорде была новость о том, что мод снова доступен теперь для версии 1.0. Можно его скачать, поставить. Это же, конечно же, мод, который меняет камеру. Но ещё он также меняет настройки в игре с графикой связанные. Вот мы сейчас включаем. Так, это камера. А у кого-то мышка пропала. Вот. Это у нас настройки, что касается графики. Тут можно там изменить, что-то сделать и так далее, чтобы было красиво. Теперь у меня мыло с экрана пропало. А дальше я не слишком вроде бы заморачивался. По-моему, и так всё хорошо. Вот главная штука – это камеры. То, что можно теперь сделать камеру, настроить вот это фоллоу, поставить, который за тобой следует. И катание у нас будет похоже на... Ну, на какую-то обычную игру, типа как на Тони Хопа какого-нибудь. Едем, там все флипы свои делаем. Всё хорошо. Так, а давайте, чтобы я это показывать, я всё-таки поставлю физику нормальную. Окей. Так вот, какая есть, по умолчанию, будем спокойно ездить, прыгать и делать всё как надо. В принципе, если нажимая на стик, ты даже более аккуратно сходишь, чем если так настраивать. Но тут, смотря какие цели нужны. Самое смешное, что у меня получается два раза сделать Tailslide, а я на бортслайд просто ходил как-то и даже удивился таким поворотом судьбы. Слушай, это какой-то прикол. Почему я на борт-то зайти не могу? Опа. Ну, если уж прям сразу на рейл так заходить. Так, окей. Это было клёво. В общем, можно кататься с такой камерой практически совсем с обычной. Можно даже её настраивать, соответственно, как и остальные. Так, а как мне её сделать чуть подальше? Во-во-во-во, это совсем далеко. Ну, дай вот так вот. А здесь чуть повыше. Сейчас сделаем а-ля Tony Hawk камеру. Во-во-во-во. Не, не жести, так нормально было. И, кстати, вбок не надо, вбок нормально. Всё похоже на Tony Hawk. Такая вот камера. Вид издалека. Ну, видно, что тут фишай какой-то включается, и доска какая-то становится неестественной. Ой, что-то как-то рвотные рефлексы-то вызывает немножко, что вот всё такое фишайное, и как-то неестественно крутится вокруг. Ну, вот так можно, соответственно, ездить, кататься вот с такой камерой, но мало чего прикольного. Это всё-таки скейтборд игра, а не GTA какая-нибудь. Так что оно так. Потом, что у нас ещё есть забавного? Забавного. Есть ещё камера... Оп. От скейта. Так, не, погоди, это камера от первого лица, камера от скейта. Окей. Так, выходим. С одной стороны, кажется, круто, но если мы сделаем кикфлип, то будет вот чего. Как виден скейтбординг роликовая доска. Ну, в принципе, это можно сделать для того, чтобы заставки какие-то в профайл, допустим, а так как-то... Не знаю. Кстати, надо бурслейд попробовать тоже так сделать, запрыгнуть. Так как бы вот именно играть с ней как-то не вижу смысла. Ой, как это странно. О-о-о-о. Это совсем непривычно. Так, я ещё пытаюсь увидеть, где есть. Так, сейчас фронт... Так, далеко. Как всё запущено. Как всё запущено. Во, есть. Окей. Ну, как-то так это выглядит странно. Лучше на Ноус Грейн попробовать, если я рейл увижу. Вот. Ну, в таком плане трюка как-то покрасивее смотрелось. Но всё-таки эта камера такая вот она себе. Так, погоди. А, это шове тоже выглядит так, как будто флип делаешь какой-то. Не, ну это дичь, конечно, когда вот так вращается. А, ты кого-то за доску флипуешь человека. О, блин, да. Ладно, хватит издеваться над вашими мозгами, потому что меня лично плючит от этой штуки. И поставим, наконец-то, самое главное, самое классное. Это камеру от первого лица. К сожалению, прям так же круто, как это было в ранней версии моды. Нельзя её сделать, потому что здесь вот... Я тогда делал, у меня, по-моему, прям вообще было всё здорово видно в клане ног. А сейчас как-то примерно так. Я не люблю делать дальше, чтобы она тоже фишайной не была, как-то всё-таки смотрелась прелестичнее. Я свои ноги, когда катался, не видел где-то там, чёрти как, издалека. Вот примерно как здесь сделано. Мне кажется, это было похоже на правду. О, чувак. Ну, правда, падает, но, конечно, не от первого лица. Ну, это прикольно, и мне бы хотелось, чтобы разработчики добавили свою версию мода от первого лица, ну, просто для фана. Покататься, потому что больше я не знаю ни одной скейтборд-игры, где был бы вид от первого лица, и, может быть, какие-то фишки делать, потому что это очень прикольно. Вот, а больше нигде, вроде, такого нет. Можешь попробовать сейчас что-нибудь такое от первого лица интересное сделать, но главная идея моя уже, наверное, ясна заранее, куда стоит отправиться с такой камерой, где мы до этого не были. Так, сейчас, секунду, попробую сделать... Так, хотел сделать флип на бурслайд. Сейчас, секунду. Почему-то не так просто. Жесть какая-то. Так, сейчас, погоди. Почему-то я думал, что это у меня получится с первого раза. Во, отлично. Но сход был не очень, потому что я думал, что я сейчас навернусь. Блин, как прикольно так вот ездить, как-то такие прям ощущения забавные, как-то все такое сразу становится убедительное вокруг. Воу, радиус. Так, сейчас мы дропнем от первого лица. Секунду. Так, вот тут я встану. Так, давай. А, не видно, что ли? Блин, я вообще не так клево настроил, прям, чтобы это классно видно было. Это обидно. Нет, уж хорошо бы, что вот видно было, чтобы он прям на доску там смотрел. Вот когда флипует, он, да, на нее смотрит, а так что-то не очень. Так, а если нули делать? А, ну, в принципе, так же и будет видно. Окей. О, я застрял. Давайте-ка к делу. Здесь все, конечно, хорошо, но от первого лица нужно кататься нам, соответственно, где? В мегарампе. Вот оно чего. Мы в мегарампе от первого лица. Ура! Сейчас будет угар. Кикфлипчик. Так, зайду на борт. На блант. Ну, хотел на борт, ладно. Так. Нет, 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 ты не врезаешь. Ну, что такое с тобой? Пробуем еще раз. Трешечка. Разгоняемся. Хилфлипчик. Давай, едем тогда сюда. Прыгаем. Ну, а... Ну, нет. Ладно. Уже все забыл. Ладно, выныриваем. Куда тебя понесло? Такого нормально понесло. Мы здесь, и мы катаемся от первого лица. Смотрим, каково же в жизни в такой ужас попасть. Сложно до рейла допрыгивать. Так, давай. Воу! Какой адский дробь! Давай! Есть! Хватаем. И ныряем обратно. Ну, выглядит, может, не очень красиво. Надо будет сейчас повторить, как-то поинтереснее. Сейчас на пауэрслайде развороты, но выглядят они не так прикольно, как хотелось бы. Так, давай. Фэки! Вау! Вот меня несет. Есть! Отлично! Так, давайте-ка что-то прикольное сделаем. Дропанем. Дропанем сейчас в мега-рампу. Это должно быть очень жутко. Смотрим. Воу! Какая она большая и страшная! Понятно. Много времени нам не дадут на то, чтобы мы тут думали. Так, давай-ка. Это не очень красиво выглядит. Это не было похоже на дроп. Не, давай-ка обратно. Сейчас, стой. То в одну сторону стих надо нажимать то в другую и не поймешь. Да, прикольно, но ты можешь конкретно прям дропнуть. Ну, просто скатывайте. Погоди, сейчас. Во, прям жесть стоит. Так, сейчас, стоп. Не, погоди, ты дропнуть должен. Во! Опа! Ха-ха-ха! Фронтсайд флиппище! Вот так угорать в мега-рампе прикольно. Потому что просто как-то, ну, просто я, может быть, в аскейт уже накатался, и здесь она не кажется такой уж прям невероятной, а вот от первого лица это прям новое ощущение совершенно. Что мы еще такого адского не творили? Тут рейлы, надо на них что-то поделать. Надо как-то так ехать, чтобы вот меня уже заранее на него несло, иначе я не пойму, как мне на него выпрыгивать. Так, вот сюда. Прыжок бурслайд ищет! Страшное, да! Так, что у нас будет тут на выходе? Оу! Блин, надо так сразу прыгнуть вверх и вниз посмотреть, почувствовать себя Деннивэем. Воу, что-то не, я перелетел, так не годится. А, что-нибудь такое сотворить? чтоб тебя! Так, вот по той штуке. По той штуке граньки. пауэрслайд будет? Мне ничего не будет. Что за печаль? Почему ничего? Фивчики фрипау, окей. Но планировалось совершенно другое. Воу! Даже я вылетел и вернулся! Офигеть! Хотел подумать про то, чтобы для VR такое, но это будет самая страшная игра для VR когда ничей вестибекулярный аппарат этого не выдержит. Хороший бурслайдик! Да-да-да-да-да-да-да! Держи, отлично! Так, а сейчас надо как так выпрыгнуть и развернуться! Воу! Блин, блин, я что-то не такое делал планировал, эй, вы чего? Не, ну так выпендриваться долго могу. Но сложнее бурслайда вряд ли что-то сделают. Сложно так запрыгнуть, если, может быть, на эту штучку как-нибудь. Так, давайте на тот скрай. Вообще, звуки такие адские. Ну, ладно, зато, может быть, у нас получится Денивэя изобразить. Блин, я хотел вниз рампы посмотреть. Погоди. Почему-то вот от первого лица когда прыгаю, себе какая-то ерунда получается как-то. Не знаю. Вроде, по идее, выпрыгнуть надо что-то специально для этого нажимать необычное, когда ты просто так едешь и прыгаешь как-то странно. Либо реально попробовать ничего не жать. Оу. Оу-оу-оу, какие ужасы были. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Поцеловались, но не проскользили. Пауэрслайд такой странный. С подпрыгом. И скорости будет немного. Оу-оу. Блин, ну вылетит и нормально. Я хочу прям вот так красиво выглядел и все было бы там. Чики-пики и так далее. Погоди-ка, давай клан отсюда. Попытка без Оли. Просто вылетаю. Буду нажимать вращение, когда уже буду, так сказать, вверху. Уже так, просто не вылетит никуда. Оу-оу. Ну почему ты такой хрень творишь-то? Я хочу просто, чтобы... Я не понимаю, что происходит. Почему он аккуратно не хочет с нее выпрыгнуть? Так, давай, давай. Во-оу! Е вернулся. Надо было раньше камеру развернуть. Это я сейчас решил с ноли сделать. Может быть, с ноли лучше получается. Такая фигня. Сейчас. Давай. Окей, еще раз тогда с ноли. Зашипись. Ну что ж такое-то? Давай. Давай, 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 давай. Так, ну здесь тоже что-то красивенькое делать, а то скучно. Так, окей, давай, давай, без оли. Вылетаю, хватаюсь. Вау! Или я долго греб, наверное, держал сейчас. Чуть-чуть греб, потом сойду. Что-то так в итоге надолго получится. О, какой аккуратный квадрохил, окей. Вау! Вау! Жесть! Ну прикольный. Понеслась! И все равно куда-то выныриваю. Что-то я не знаю, что со мной творится такое. Ну и просто я не вижу тот момент, когда прыгать надо, и то, что надо заранее это делать. Во! Сейчас неплохо получилось. Отлично. Дай тогда сейчас флип инди сделаю. Есть. Во! Так, что еще? Есть слово про 900 градусов. Во! Ха-ха-ха-ха! Это вот так вот выглядело. То в конце руки уже не должно было быть. Так, а что еще может такое сделать забавное? А, скользить же тоже можно сходить. Тогда можно в миньку свернуть. Но мне что-то кажется, что мало чего хорошего в этом будет. Давай попробуем. так. Мало того, что я и так стики путать люблю, так еще здесь вообще что-то не по той логике от первого лица, по которой должно было бы быть. Так, сейчас, значит, на задний нажимаю, тогда все правильно. Окей. Так, аксель сошел. Так, давай тоже что это за рот туфейки. Флип. Так, вы, кстати, дизастер. Есть. Давай. Блант. Трешка. Нет, должна была быть трешка. Тейл. Так. Сходи ты в гарантия. Блант. Трешка аут. Еее. Ха-ха. Так, я сейчас просто поеду. файвошку поделаем. Во-во-во-во, аккуратней. Так, опять я сюда прыгнул. В общем, угорать, так можно. Будь здоров. Потому что тема очень крутая. На самом деле даже сейчас практически впервые езжу от первого лица в мегараймпе, потому что я вчера вечером буквально обнаружил, что этот мод появился, сразу его установил, чуть-чуть поедел и так и в большой рампе и сейчас уже пошел записывать видео, всякие крутые темы. Ну, блин, если он сейчас круто сошел, был вообще офигенно, потому что сейчас было прям похоже на правду. Зачем-то у меня какая-то петрушка с этим получилась. О, на бланк зашел. Опс, ну ты, блин. Да, как-то вот с нажатием стика не всегда он аккуратно сходит, потому что какая-то фигня происходит. Но на самом деле именно ради механики вот этой рампы, вот то, что через порослайды можно делать, мне эта игрушка очень нравится. Потому что она прям реально вот в этом плане очень кайфовая. Сделать бы реально какой-нибудь режим реализма и режим от первого лица и вибрацию бы добавили в консольную версию, было бы очень круто. Ну и еще несколько классных карт. то прям зашибись. Так, Опа! Ну тебя в жопу, короче, не будет он нормально приземляться. Рассказал я вам про три мода классно для скейтера XL. Скачивается все с определенного сайта или с дискорда, там они все есть. Устанавливается в Unity мод менеджер, так же, как и в старые добрые времена. Единственное, вам нужна новая версия, там 22-я и старшая какая там сейчас есть, но просто можно до нее, видимо, обновиться. Старые моды хорошо бы удалить перед этим. Есть, соответственно, видео, даже, по-моему, на русском языке есть видео. Собственно, одни из них мне самому помогли. Был такой человек хороший, который тоже занялся съемкой скейтер-экселя и видео по нему. И у него я так раз как у нас как установить на версию 1.0 моды посмотрел. Оказалось, что так же все, как и было в старом моем видео, когда про моды рассказывал. Единственное, что главное было удалить старые из папки с игрой. Там есть именно папка моды, так называется, где вот именно сама игра установлена. Ее надо удалить, удалить старый United Mod Manager. потом скачать новый, обновить и также добавлять просто в него вот эти zip-файлы, соответственно, с каждым модом. Они сразу устанавливаются, попадают в игру и все, счастье ваше. Правда, единственное, если не будет работать, можно попробовать включить, выключить бета-версию. Может, за счет этого еще, потому что они сразу у самого моды заработали. Вот, и все должно быть классно, клево. Можно будет тоже едеть так по городу, как реальный типа скейтер, от первого лица все смотреть. Действительно фаново. Ну, надо разработчикам реально вот это все дело добавить потом в игру официально, чтобы это как-то было качественно сделано, было бы прикольно. Почему нет? Так что, спасибо за просмотр, счастливо, и всем пока!